Девушки отдыхают Возможность путешествия во времени занимают умы ученых и изобретателей уже много веков. Как было бы здорово перемещаться по разным историческим периодам, посмотреть на охоту пещерных людей, побывать на постройке пирамид в Египте и на выступлениях философов в Древней Греции, поучаствовать в рыцарских турнирах и потанцевать на балах. Но восхищаясь красивой картинкой, мы совершенно не задумываемся о том, что быт раньше был совсем не таким, как сейчас. Мы привыкли к ванне с пеной, доставке еды, автомобилям и самолетам, позволяющим отправиться в любую точку мира. А как жили люди раньше? Наши предки, древние славяне, например. Что они ели и во сколько ложились? Давайте узнаем! Жили древние славяне в избах, просыпались с рассветом, потому что дел на день было много. В поле старались отправиться как можно раньше, чтобы по максимуму поработать до полуденного зноя. Завтракали кашей, но непривычной для нас, рисовой и не овсяными хлопьями. В то время на Руси выращивали в основном пшеницу и горох. Из этого чаще всего на завтрак и готовили кашу. Еще хозяйка могла приготовить гречку. Эту крупу в нашу страну завезли греческие монахи. Отсюда и название – гречневая. Но гречку ели редко, в основном по праздникам. Кашу подавали на стол прямо в горшке, в котором она и готовилась. И индивидуальные тарелки тоже не выдавались. Все ели из горшка деревянными ложками. Ни о каких вилках никто и не слышал. В Древней Руси не было не только знакомых нам злаков, но и многих овощей и фруктов. Например, картофель и помидоры завезли в нашу страну лишь в 18 веке. Причем картошку народ долго не хотел принимать и засаживать ей свои поля. Даже вспыхивали бунты по этому поводу. Огурцы появились немного раньше, в 15 веке. И довольно часто их отваривали, прежде чем съесть. Так же, как и капусту, лук и морковь, которые на Руси начали выращивать с 11 века. А вот свекла, лепа, редька росли у нас издавна. Но что удивительно, супы, традиционные щи и борщ раньше варили совсем не так, как сейчас. Овощи просто целиком клали в чугунок и туда же добавляли немного муки, чтобы загустить суп. Знакомые нам рецепты супов на мясном бульоне с мелко порезанными овощами придумал на основе старославянских французский повар Карем намного позже. Но, откровенно говоря, нам почти вся еда показалась бы непривычной, потому что ни соли, ни сахара, ни приправ наши предки практически не использовали. Соль была очень дорогая, ее старались расходовать экономно и в повседневные блюда не клали. Вместо сахара использовали мед, но и его добывали понемножку в лесу у диких пчел, поэтому тоже старались экономить. Еще собирали ягоды, травы, грибы, охотились и ловили рыбу. Пожалуй, единственное, что нам бы понравилось и было хорошо знакомым в прошлом, это рыба и икра. Черная соленая икра – одно из немногих блюд русской кухни, которое дошло до нашего времени без изменений. Но рыбу и мясо ели нечасто, в основном по праздникам, причем отваривали или запекали. Жареной еды не было, потому что готовили древние славяне в печи. Печь – это царица русской избы. Чаще всего сначала определяли место для печи и строили ее, а уж потом возводили вокруг дом. Печь похожа на огромную духовку, только прогревается в ней все еще лучше и равномернее. Температуру регулировали количеством дров и местом, куда ставили чугунки. Поближе к заслонке – то, что быстро разваливается, а в глубину продукты, требующие длительной тепловой обработки – то, что надо томить. Посуду вынимали и ставили специальным приспособлением – ухватом. Только так можно было не обжечься. Помимо готовки, печь обогревала всю избу. Еще в печи раскаляли чистые камни, которые использовали для стирки. Кидали их в водью с бельем и так пропаривали вещи. Печь была очень большой, и среди недели ее иногда использовали вместо бани, которую топили обычно по выходным. Внутри легко помещался взрослый человек с кадушками и тазиками. Около печи была женская половина дома, с другой стороны – мужская. Все занятия того времени также делились на женские и мужские. Мужчины работали в поле, охотились, заготавливали сено и дрова, мастерили, строили дома. Кузнечным делом тоже могли заниматься только мужчины. Женщины же воспитывали детей, ухаживали за домашним скотом, выращивали овощи и фрукты на огороде, собирали в лесу ягоды, грибы, ткали, пряли, самостоятельно делали одежду для всех членов семьи. Часто женщины с нескольких домов собирались вместе, пряли шерсть, ткали, вышивали, попутно общаясь и напевая песни. Это был отличный способ провести время с пользой. Вместе занимались не только творчеством, но и домашними делами, например. Стирать ходили на речку тоже с копом. Так веселее можно и подстраховать, если что, и помочь отжать белье. Никакого водопровода не было. Воду в дом носили женщины в деревянных ведрах, которые вешали на коромысла. Специальную изогнутую дугу с крючками. Дети тоже обязательно помогали по хозяйству. Девочки учились вести быт, чтобы в будущем хорошо справляться со всеми делами в своем доме. Мальчики постарше помогали отцам в поле и в лесу. Но и для игр, конечно, время находилось. Ребята собирались на улице и играли в знакомые нам салочки, жмурки и ручеек. Вечерами детям рассказывали чудесные сказки о лешах, водяных и русалках. До принятия православия на Руси было распространено язычество. Люди верили в пантеон богов, как в Древнем Риме или Греции. У каждого бога были свои возможности и зоны влияния. Так, например, Перун мог спускать гром и молнии. Сварок управлял огнем и помогал в кузнечном деле. Мокошь – это покровительница женщин, придения и ткачества. Помимо богов были всевозможные магические помощники, духи леса и воды. Лешие, кикиморы, баба-яга. Она в языческой мифологии, кстати, была доброй, а не злой. Дома по поверьям обитали домовые, в бане – в баннике. Язычество даже после перехода народа в православие не искоренилось совсем, а осталось в жизни людей в сказках, приметах, легендах и народном творчестве. А как спали раньше? Ни деревянных, ни железных кроватей у крестьян не было до начала 20 века. Вариантов несколько. Самое теплое и удобное место – на печи. Здесь обычно размещались бабушки и дедушки. Печь остывала медленно, тепло сохранялось до утра. Дети спали на палатях – это просторный деревянный настил, который делали рядом с печью довольно высоко от пола. Теплый воздух всегда поднимается наверх, и поэтому на палатях малышам было вполне комфортно. Младенцы спали в люльках, которые подвешивали к потолку. Взрослые же устраивались на широких лавках. Все спальные места обычно посыпали соломой, а сверху стелили покрывало и тулупы. Специальной одежды для сна не было. Спали в том же, в чем и ходили днем. А женщины даже не снимали платки из-за суеверий. Ложились рано, ужинали на закате и отправлялись спать. Но часов через пять просыпались и занимались делами. Молились, общались, играли в карты, мастерили при свете лучины. В три ночи опять укладывались спать, уже до рассвета. Как ни странно, раньше так с перерывом спали не только на Руси, но и в других странах. Отправиться в путешествие во времени – идея, конечно, интересная. Но, боюсь, мы бы с вами не смогли приспособиться к крестьянской жизни Древней Руси. Весной и летом, когда мы привыкли отдыхать на каникулах и в отпусках, в деревнях наоборот – самый сезон работы. Крестьяне трудились по 15 часов в сутки. Да и зимой дел хватало – покормить скот, съездить в лес за дровами. Осознавая все сложности, начинаешь ценить доступные сейчас блага цивилизации еще больше. Хотя, кто знает, может в будущем наши потомки будут удивляться и поражаться нашей жизнью и быту. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok